Привет вам от нас с Леоном. Сегодня суббота. На улице очень солнечно, но, к сожалению, морозно. Вот такое вот у нас 17 марта. Сейчас где-то около 12, наверное, может быть, чуть-чуть позже. Мы собираемся уезжать, но до этого еще нужно покормить Леона, и Вера с Лешей должны приехать с музыки. С утра у меня было какое-то очень странное настроение. В какой-то момент оно вообще дико испортилось. Я начала себя жалеть. Мне стало очень грустно, потому что мне казалось, что все в доме делаю я, и вообще все вокруг нужно только мне. Я всерьез как-то обиделась на жизнь, но потом как-то расходилась. Все собрала, что нужно для детей, потому что сегодня Вера с Сеней будут ночевать у бабушки с дедушкой. И это, конечно, вообще супер прикольно, потому что мне кажется, что уже с Нового года ничего такого не было. И лично я, я думаю, Леша, мы уже просто отвыкли, что так вообще бывает. Хотя раньше мы практиковали это очень часто, и это можно было понять даже по нашим видео, потому что зачастую я снимала в субботу, и детей мы оставляли либо у одной бабушки, либо у другой бабушки. Сейчас как-то вот все немножко изменилось. Ну, в общем, к счастью, настроение мое тоже изменилось. Так что надеюсь, что это по-своему свободная и развлекательная суббота принесет нам по максимуму просто насыщенных крутых эмоций. Все уже в сборе и уже даже в машине. Леон, ты такой потеха, ты вообще в жизни не так выглядишь, как на этой странной камере. Думала для вас поснимать немножко на улице, но там так холодно, боже мой. Но выглянешь в окно, если не обратить внимание на снег, то может вполне показаться, что реально весна пришла. Но там такой ветер, и там мороз, и это вообще, ребят, ну не прикольно. Я надеюсь, что это уже последние какие-то морозные судороги, потому что это ужасно все. Сегодня мы едем к бабушке Тане, посмотрим. Мам, ты смеешь, какой там ремонт? Я же не хочу снимать. Мы сегодня будем купаться в ванне у бабушки Тане. Да. У нас дома такой роскоши нет, у нас есть только душевая кабина. Пока что без ванны. Да. А ванная стоит уже в другом месте. Она стояла вот здесь. Ну ты потом покажешь уже, сейчас будет все равно никому непонятно. Потом покажешь и расскажешь. Все-таки решила я для вас немножко снять этой вечной ветреной мерзлоты весенней, которая очень солнечная. Это нереально обманчиво. Я пожалела, что у меня нет никакой ни шапки с собой, ни пальто, ни без капюшона. Но уже придется справляться. О, скользко. Я зашла в Wildberries, забрала свой заказ. Насколько я знаю, в России он тоже есть. Не знаю, в Украине, наверное, нет. Не в курсе. Там косметика. Я вам скоро сделаю видео отдельно про мою косметичку. Бомжа. Реально по-другому не скажешь. Потому что спитый позор, то, что у меня там лежит и чем я пользуюсь уже. Просто практически все средства на последнем ванной плане. В общем, дико холодно. И ветер. Наверное, вы ничего и так не слышите. Запрыгиваю в машину. У сегодняшнего дня были просто замечательные перспективы. Но вы еще, наверное, не в курсе. Мы с Лешей... Можете немножко постоять, пока не будем сохранить в магазин? Мы с Лешей просто мастера испортить даже самые чудесные перспективы. Леша так безучастливо отворачивается, делая вид, что здесь он ни при чем. Но если утром мне мои, скажем так, плохие настроения удалось усмирить, то днем так получилось, что мы не избежали, скажем так, столкновения, что вполне возможно сейчас видно по мне. Но силой Лешиных усилий... Силой моих усилий? Да. Мы здесь и у нас очень мало времени. Мы доехали до торгового центра, у нас очень мало времени. Но даже посредством видео я скажу так, что я немножко успокаиваюсь и как-то защищаюсь именно от того количества людей, которые здесь вокруг. И мне даже, ну, как-то не слип, надо сниматься в большом количестве людей вокруг. Так что попробуем за этот час, который у нас здесь есть, что-нибудь туда присмотреть. То есть я до сих пор, честно говоря, дыхание еще запущеваю. Надо как бы в этом встретить. Непринужденно встречать наших своих знакомых. В общем, надо выжить из этого дня все, что можно выжить, потому что все-таки есть у нас еще такая возможность. Все, побежали. Думала, ты что-то и мне улыбаешься, и не просто так меня обнимаешь. Нет, обняла я тебя просто так. Ну что ты уже, не знаю, ты странно складываешь. Не знаю, что даже тебе сказать сейчас вообще есть. Думаю, что в реальности мало кого волнует то, о чем я сейчас скажу. Но я четко осознаю, что мне не нравится то, что я делаю. И в избежание каких-то единичных вопросов, просто пока я больше снимать ничего не буду. Потому что это совершенно пустое, тупое, непрофессиональное дело. И в целом могу искать, что только разочаровалась я сама в себе. И, наверное, хорошо, когда ты это осознаешь раньше, нежели позже. Теперь остается только мне то, что у меня есть, и то, что я могу направить куда-то туда, что можно будет на самом деле назвать каким-то делом. Потому что все это пустая херь. Как-то все. Как вы можете понять с последнего видео, вчерашний день был неудачным для нас, очень тяжелым. Во многом благодаря... Вернее, из-за... Не благодаря, а из-за моего неустойчивого состояния я всерьез расстроилась. Этому были, естественно, наши личные причины, в подробности которых я вдаваться не буду. Но меня очень часто терзают сомнения по поводу того, для чего я снимаю видео. Вернее, даже не очень часто, но периодически, и когда я вдаюсь в глубокие размышления, я не до конца могу ответить на вопрос, для чего я это делаю. Это какая-то зависимость, однозначно. Это определенное удовольствие, безусловно. Это потребность самовыражения, которое пока что я могу дать себе в том режиме жизни, который у меня есть. Вот таким вот образом снимаю видео для своего канала. Да, мне хочется быть чем-то большим, чем-то лучшим, кем-то. Мне хочется быть кем-то. Пока я так, кто я есть, и вы меня видите, и с улыбкой, и в смятении, и в слезах. Да, я благодарна тем, кто меня смотрит, я благодарна тем немногим, кто меня поддерживает, но я уверена могу сказать, что со временем вас становится больше. Я так периодически смотрю в сторону, потому что тут Леон, и я боюсь, чтобы он не сполз с кровати. Извините, если я принесла вам каких-то неприятных эмоций этим видео, но это та правда, которая происходит непосредственно сейчас. И вот честно, вчера я была критично настроена, и Леша мне потом говорил что-то там, ну, что ты, ну, зачем ты это делаешь, для чего ты это показываешь, зачем ты это говоришь, ведь знаешь, что это ненадолго, ну, что ты изменишь свое решение. Да, я понимаю, что я не брошу снимать видео, но просто знайте, что я, как и любой нормальный человек, нахожусь в поиске, и мне не хочется просто констатировать, и мне не хочется стоять на месте, мне хочется развиваться, и мне хочется быть человеком, который делает что-то не зря и живет не зря, и быть не просто мамой. Вот и все.